Зупинить пересвитывание добровольцев! Не залишимо наших братьев! Возле посольства Грузии в Украине собрались ветераны Интернационального легиона Вооруженных сил Украины, активисты и волонтеры. Требование грузинским властям прекратить давление на граждан, которые в рядах сил обороны Украины противостоят российской агрессии. Я думаю, что Грузия тоже в большой опасности. И мы тревожно за этим наблюдаем. И за наших друзей болеем, которых они сейчас вызывают на допросы под разными предлогами. Служба государственной безопасности Грузии начала репрессии и преследование добровольцев-картвелов, говорят митингующие. Их стали оглашать в розыск, а ветеранов вызывать на допросы. Поэтому Константину и его побратимам дорога домой сегодня закрыта. Грузинских добровольцев обвиняют в якобы наемничестве и государстве. О государственной измене, говорят организаторы акции. По их мнению, цель официального Тбилиси – наказать тех, кто уже воюет в Украине. И запугать тех, кто только собирается присоединиться к силам обороны. Кроме того, власти Грузии хотят зачистить электоральное поле перед парламентскими выборами. Ослабить оппозиционные силы. Против них возбудил пророссийский власть Грузии, так сказать, криминальные справы. Их счет – дело про терроризм. Это, конечно, выдумка, никаких фактов не существует. Ну, просто они хотят связать руки. И это процесс, это, думаю, что частина российской гибридной войны. Все вопросы относительно пророссийского разворота внешнего курса Грузии сняты 14 мая. Тогда, несмотря на вето президента Соломезу Рбешвили и масштабные уличные акции протеста, парламент страны принял закон о прозрачности иностранного влияния. То есть закон об иноагентах, предложенной правящей партией «Грузинская мечта». Документ дословно списан с российского. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться как организация, проводящая интересы иностранной силы. Тем самым закон позволяет властям Грузии жестко подавлять некоммерческие организации и критично настроенные медиа. Полноценно скандальный закон вступает в силу 1 августа. Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописана соответствующая мера, подразумевающая штраф в размере 25 тысяч лари. Это более 9 тысяч долларов США. Что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут предоставить лишь информацию о том, от кого они получили конкретные средства и на что они их потратили. Рати Бригадзе, министр юстиции Грузии. После принятия грузинским парламентом закона, который подрывает демократию, Брюссель решил приостановить процесс интеграции Грузии в Евросоюз. Кроме того, лидеры стран ЕС заморозили 30 миллионов евро, выделенных на поддержку оборонного сектора Грузии. США ввели визовые ограничения против десятков граждан страны и готовят новые санкции. Лари обесценивается. Акции грузинских компаний падают. 63% населения Грузии считают, что страна развивается в неправильном направлении, 37% в правильном. Согласно последним трем опросам, возросло число тех, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении. В декабре их было 57%, в апреле – 59%. В каждой возрастной группе преобладают те, кто считает, что страна развивается в неправильном направлении. Из публикации издания «Сова» со ссылкой на результаты исследования общественного мнения, проведенного компанией Edison Research. Надежду на изменения политического курса грузинское общество возлагает на парламентские выборы. Они пройдут 26 октября. По состоянию на сегодня грузинскую мечту и силу народа готовы поддержать около 32% граждан. Это беспрецедентный обвал популярности правящих партий. При этом, по данным опроса, проведенного Edison Research, более половины респондентов поддерживают оппозицию. У ведущих оппозиционных партий «Национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели», а также «Сильная Грузия» – более 17% и почти 13% соответственно. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.